Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала! Ну шо ж такое! Хотела сфотографировать и снять видео про абрикосу, облепленную плодами. Ну пришла! Вчера было буквально все облеплено, сегодня большая часть на полу. Знакомьтесь, сорт Цунами. Сегодня 13 июня. 10 июня уже первые плоды были поспевшими, уже зрелыми. Я все тянула, тянула, вот дотянула. Сорт французской селекции ранний, ну действительно ранний, для Одессы это очень рано. У меня абрикосы рядом стоят другие сорта, зеленые, а это красавица. Дерево такое красивое, раскидистое. Дерево уже пятый год, получается я купила двухлетку, на третий год ничего не было. На четвертый год были первые два плодика, ну как-то мы их не успели распробовать, их было сильно мало. Ну а в этом году она неплохо так нагрузилась, и вы видите вот то, что даже еще не посбрасывала. Я так думаю, еще причина в том, что она сбрасывает, у нас очень жарко, у нас сейчас так сухо. Несмотря на то, что я поливаю деревья, я поливаю уже их не каждый день, у нас очень давно не было дождя. Весной тоже дождей не было. То есть то, что там покапало, оно ничего не проливает. Может быть из-за этого она посбрасывала часть плодов. Что хочу, обратите внимание, вот она упала, все сохранилось, ничего не пошмякалось. Она имеет прекрасный вид. Это тоже плюс для этого сорта, сорт цунами. Сейчас мы с вами попробуем, посмотрим какая она внутри. Вот столько я насобирала, это то, что собрала с пола. С дерева я пока ничего не обрывала. Вот мои красавицы. Собрала с пола килограмм триста. Остальные пока пусть повисят на ветках. Давайте посмотрим, какой вес. Обещают, что вообще эта абрикоса хороший имеет вес. Вес плодов до девяносто грамм. У меня таких, конечно, нет, но возможно дерево еще молодое, не набрало силы. Но вы видите, вот пятьдесят два грамма. То есть, где-то до пятидесяти грамм, даже меньше. У меня вот три плода, сто тридцать шесть грамм. По поводу спелости. Ну, смотрите, сегодня тринадцатое число. Вот такая вот красавица. Это я более мягкую взяла. Давайте будем объективными. Это более плотная, но тоже посмотрите. Имеет очень красивый такой товарный вид. Ну, и мед. Просто мед. Очень вкусная абрикоса. Всем рекомендую. У кого вопрос, что посадить, какую абрикосу, вот эту сажайте и не пожалеете. Реально, очень вкусная. И ранняя. Для Одессы это, ну, очень рано. У меня много абрикоса, они все стоят зеленые. То есть, у меня разные сорта, я себе много разных понакупала. И даже та, которая опыляет вот эту вот цунами, лискори у меня рядом стоит, она еще зеленая. Вот. А это действительно ранее. То есть, в десятых числах уже были первые плоды, которые уже можно было кушать. А сегодня, получается, три дня прошло. Вы видите, уже часть на полу. Они не побились, не потравмировались. Вот такие вот красавицы. Так что, всем рекомендую. Но, то, что я делаю акцент, обязательно смотрите, кто опыляет. Потому что там, кроме лискори, еще кто-то ее опыляет. Для того, чтобы иметь дерево, и на нем было очень много плодов, нужно, чтобы рядом росли и опылители. Это, как бы, очень важный момент. Потому что абрикоса, это не персик. Персик самоопыляемый. Посадила одно дерево, и все. А абрикосы, им нужны опылители. Так же, как и черешня. Ну, в общем, вот такой вот обзор цунами. Всем рекомендую. Приятного аппетита. Пошла кушать. Пошла кушать. Пошла кушать.